Напомню, на связи с нами была наша землячка, ныне жительница Франции Ирина Журифина. После трагедии во Франции МИТ-Ирака опубликовал список стран, где ИГИЛ готовят теракты. Опасность угрожает США, Франция и Германия. Несмотря на то, что России в этом списке нет, меры безопасности усилены во всех городах. Полиция Челябинска заявила о переходе на усиленный режим работы. Ужесточены меры безопасности на вокзалах и аэропортах. Там теперь дежурят кинологи с собаками. А в экстренные службы поступает все больше жалоб на взрывы и подозрительные пакеты. Репортаж Светланы Свечкаревой. Спанель Рич заступил на 12-часовое дежурство. Обнюхивает практически каждую сумку и всех пассажиров. Ищет взрывчатку. С утра субботы полицейские на железнодорожном вокзале Челябинска работают в особом режиме. Сопровождают каждый поезд. Особенно внимательно относятся к оставленным вещам. На железнодорожном вокзале увеличено количество полицейских патрулей. Основная часть, конечно, брошена на вход. Здесь проверяют подозрительный багаж, например, коробки с обувью. Ну, согласитесь, все-таки необычно для железнодорожного вокзала. Ну и, конечно, людей, которые начинают нервничать, когда проходит металлоискатель. На входе люди предъявляют билеты и документы. Недовольных задержкой нет. Пассажиры понимают меры, вынужденные после теракта в Париже. Это хорошо, чтобы посторонние не пронесли оружие, какие-либо запрещенные предметы. От этого не пострадали люди. Все мы прекрасно помним о событиях, которые произошли и с нашим самолетом, и также во Франции. Я думаю, любые граждане относятся с пониманием. Теракты в Париже стали самой обсуждаемой мировой новостью. Уже известно о 132 погибших и двух сотнях раненых. В списке жертв одна россиянка, боевики, предположительно, исламского государства. Вечером в пятницу атаковали сразу семь районов французской столицы. Сначала открыли огонь по посетителям одного из ресторанов, затем по прохожим на правом берегу Сены. Захватили заложников около тысячи человек на рок-концерте в театре Батаклан. Расстреливали пленных и выкрикивали «Это вам за Сирию». Также смертники подорвали себя возле стадиона «Стан-де-Франц», где проходил футбольный матч и находился президент Франции Франсуа Алант. Вот что рассказывает об этих событиях уроженка Челябинска, которая уже несколько лет живет во Франции. Было очень страшно, особенно за болельщиков на стадионе, так как их было 80 тысяч. О перестрелке и взрывах узнали во время матча. Большую часть ночи следили за событиями по ТВ, Перископу и Твиттеру в режиме реального времени. Весь город в это время был в соцсетях. Фейсбук подключил опцию для тех, кто находился в опасной зоне, чтобы люди сообщили, что с ними все в порядке. В Париже объявлен трехдневный траур и введен комендантский час. Во Франции введено чрезвычайное положение. Границы страны закрыты, эксперты рассказывают. Европа в предрождественское время пользуется у южноуральских путешественников большую популярностью, несмотря на цену. Путевки на одного 60-70 тысяч рублей уже куплено несколько сотен туров. Пока официального запрета на поездки в Европу, в частности в Париж, от российского МИДа не поступало. Самостоятельно отказаться от туров без штрафных санкций тоже нельзя. Их беспокоит больше то, что если французским гражданам говорят не выходить из дома в целях безопасности своей, как же они туда приедут и кто их там обезопасит. Вот этот вопрос волнует многих. Это тоже удар по туристическому бизнесу, как запрет на полеты в Египет. Британское правительство вновь заявило, что крушение российского аэробуса над Синаем тоже теракт. На борту якобы была бомба. Владимир Путин заявил, что расследование близится к завершению, но результаты пока не озвучил. Западные эксперты поспешили связать это с цепью террористических актов. К тому же на прошлой неделе террористы расстреляли семью из девяти человек неподалеку от крушения российского самолета. Вот что рассказывают россияне, сейчас живущие в Египте. Правительство Египта, в общем-то, приняло категоричные меры ко всему. Усилились патрулирования полицейскими в аэропортах, усиленные кордоны. Практически каждый отель, в каждом отеле присутствие туристической полиции. Ответственность за все эти теракты уже успела взять запрещенная в России группировка «Исламское государство». Политологи объясняют, все, кто ведет с ними борьбу в Сирии, сейчас могут быть под угрозой. Мы в первом ряду этих приоритетных стран. Я имею в виду Соединенные Штаты Америки, Россию и Европейское сообщество. Мы находимся в жестком противостоянии с ИГИЛ, которые должны быть готовы к тому, что по населению этих государств могут нанести удар. Уральцы скорбят вместе с парижанами. В Екатеринбурге к французскому посольству сегодня весь день несут цветы. Психиатры отмечают, в обществе нарастает паника. Все чаще поступают сообщения о подозрительных пакетах и шумах, похожих на взрывы. Копить страх в себе нельзя. Опасно появлением неврозов и психических заболеваний. Советуют не замыкаться, а поддерживать друг друга. Если мы друг с другом откровенно, мне страшно, вам страшно, давай вместе побоимся, давай вместе подорвемся. Если мы сами даже вместе погорюем, мы уже сбросили себя напряг. Правоохранительные службы Челябинска утверждают, поводов для паники нет. Работают в усиленном режиме с самого начала авиаударов по ИГИЛу в Сирии. Меры приняты и приняты уже не только, скажем так, что вчера, когда были позавчера теракты, а меры приняты уже давно, еще месяц назад. Уже полиция, можно сказать, в усиленном режиме работает. Правоохранители призывают людей тоже проявлять бдительность, сообщать об оставленных вещах и подозрительных людях в полицию. Светлана Звичкарева, Артем Большаков, ОТВ. Видео терактов в Париже можете посмотреть на нашем сайте 1обл.ру.